Йоу пироги! Perfect World Mobile, руины демонов, новое развитие. Я очень хотел бы вам рассказать о нём без использования нецензурной лексики, но на втором боссе это не просто не получится. И ладно, что я записываю это видео не в первый день, там был вообще один мат-перемат. Это уже всё, я тут более-менее успокоился, отбомбило. Сейчас зачистим трэш и пойдём на первого босса. Это скрыточку я тебе уже показывал, если что, ссылочку я тебе оставлю на скрыточку, на видосико в описании. Можешь зайти и посмотреть, чё почём, что за босс. А сейчас мы зачищаем трэш и на этой локации появится первый босс. И меня просто удивляет, как можно было сделать настолько изичного первого босса, просто настолько изичного и настолько боссаного второго. Итак, первый, Страж Руин для танка, для танка это просто изи авто, не знаю как. Просто разворачиваем его спиной к рейду. Всё, у босса, по сути, скиллов немного. Это удар по прямой, который идёт именно в сторону танка. От неё просто мы разворачиваем босса спиной к рейду, и поэтому атака пойдёт именно на вас, и вы можете просто забегать в левую сторону за спину. Вот удар импульса пошёл, всё, даже если он по вам попадёт, даже если он по вам попадёт, это 60 тысяч. То есть, в принципе, ни о чём. Появляются шары на локации. Это был первый трэп, поэтому ДДшки не знали, что делать, а делать нужно вот что. Нужно эти шары забирать. Притом не всем ДДшкам бежать и сразу всем забирать шары, а один ДДшка забирает один шар, хил его хилит. Перезагрузка. Очень сильно бьёт по ДД, вообще не бьёт по танку. Ну, как я по себе посмотрел. Ну, от 6 до 10 тысяч идёт. Три импульса, ну, как бы хрен знаю. Ну, ни о чём это вообще. Даже можно не прожиматься. ДДшки прижимайте чии, чтобы вас не убило. Ну, и не забывайте собирать шарик. То есть, один ДДшка, желательно это, чтобы было в голосе, бежит, забирает шарик. Хил его хилит в этот момент, всё выхиливает. И он начинает дамажить. Шарики повышают ваш дамаг, ну, и дамажит вас. Как видите, сдох, хил. Ну, это абсолютно никак не влияет на исход боя. Ну, же тут можно стоять просто на изи танку. Босс максимально простой. А, топор ещё он кидает в толпу. Очень медленно кидает. От него просто отходишь и даже не вникаешь в данную тему. Идёт опять перезагрузка. ДДшки, кто знает, прижимают чип. Танков не прижимает. И, в принципе, вообще... Ну, пофигу вообще. Просто так изично можно танчить его. Ну, мы сейчас пойдём ко второму боссу, и там будет всё недавно интереснее. Второй босс, там будут такие блуждающие механизмы. Их нужно заагрить, подвести под башню. Из него будут вылезать такие духи. И их бить не надо. Их нужно заагривать. Просто танк их агрит и держит около башни. Башня создаёт чёрную дыру. И эта дыра их засасывает и заряжается. Достаточно одного круга. То есть всех этих блуждающих механизмов заливаешь, появляются духи. Когда вторая партия появляется, их, в принципе, вообще агрить уже не надо. Хватит двух вот этих последних блуждающих пожирателей магии. Всё, их сейчас башня засосёт. Потом желательно поражать чи. Нежелательно рекомендую... Настоятельно рекомендую поражать чи, чтобы не прошёл по вам жёсткий, адский, дикий, непоправимый дамаг. Ну, потому что херачит... Дай боже, если вы не БМ-ный, ну, где-то процентов 80 вам может жухнуть. А так, вроде, ничего страшного. Ну вот, меня даже, в принципе, не под чишкой абсолютно не пробило. После этого надо очень-очень быстро танку башню накусать, потому что она почему-то висит на хиле. И вот теперь начинается самое интересное. Плюс-минус. Если вы будете смотреть гайды, читать инфоплей, знаете, там вам ничего не поможет. Надрывной импульс. Расходятся шары. Разумеется, рекомендуется их не ловить. Я вам тоже рекомендую их не ловить, потому что их механика нигде не написана. Никем не рассказана. По идее, если вы не заряжены, она даёт вам заряд. Плюс или минус. Но я ловил минус, получал плюс. Как это работает? Непонятно. Что за рандом? Непонятно. На вас будет появляться... Потом будет стяжка, на неё нужно прожимать чей, и у вас будет появляться плюс или минус. Соответственно, плюс с плюсом, минус с минусом стоять не должны. У вас ваншотни там по 80 тысяч летит. То есть должны стоять минус с плюсом и плюс с минусом. И это прям очень тяжело для ддшек. Это был вайп. А сейчас будем смотреть более-менее адекватный трай. Это был, кстати, трай. Ну, с БМ-ными игроками. И, ребятки, не знаю, что вам посоветовать, когда у вас будет... Ну, небольшой БМ. Ну, как небольшой? Ну, 700. Ну, 700-800, это, оказывается, небольшой БМ для этой локации. То есть желательно запастись очень много химии именно на реген цишки, реген хп. То есть плюс-минус должны соприкасаться. Минус с плюсом соприкасаться не должны. Вы должны очень грамотно координироваться, чтобы друга не перекрывать. По идее, желательно, чтобы хил ловил минус и мог стоять в центре. Тогда все более-менее смогут к нему сместиться. Либо потерять пару ддшек. Например, одного-двух ддшек потерять, пускай лежат, не встает, чтобы было меньше народа и больше пространства для маневренности. Вот у меня сейчас удачно попался минус. Я стою под башней. Плюсики, в принципе, могут сближаться, меня задевать, и все будет хорошо. Ультра вообще ништяк. Милик, ну, он переключился на дальнюю. Ну, нигде нету инфы именно про эти шары. Ну, в инфоплее вообще охуели, блядь. Нахуй вы написали про два этих скилла, которые и так понятно. То есть, ну, да, говорят, их не ловить. Ну, блин, ну, наверное, разрабы их не по приколу сделали, типа, а давай будут шары отходить, с которых будут дамажить. Я говорю, давай. А давай они будут разными цветами. А зачем? Ну, так, по приколу. Ну, давай. Нет, тут есть какая-то механика, но она нигде непонятна. Заявленный БМ-470. Вообще ни о чем. В общем, спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Надеюсь, это видосик будет тебе полезен. Обнял-переподнял. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.